Рекламно-информационная программа. Итак, мы снова в эфире. Здесь в студии Владимир Сметанин. Вместе с вами, Занько. Добрый день. Мы продолжаем. Продолжаем наш социально значимый эфир, я бы сказал. Оба часа, обе темы очень-очень важны. Во втором честь, как мы обещали вам, мы будем говорить об оплате коммунальных услуг, как это сделать быстро, с минимальными издержками. И пригласили сюда в студию экспертов. И человека, который на себе испытал, провел такие испытания по новому виду оплаты услуг. Не новой услуге, а виду оплаты услуг. Представим сейчас наших экспертов. В первую очередь, представляем Марину Викторовну Белокрылову, заместителя управляющего кировским отделением ПАО «Сбербанк». Марина Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И Розу Капралову, победителя акции «Удачный автоплатеж» от ПАО «Сбербанк». Вот человек, который на себе ставил эксперименты, так сказать, да? И удачно, судя по всему, да? Да, повезло. Здрасте, Роза Павловна. Всех вас сегодня будем опрашивать на предмет того, каким образом правильно оплачивать коммунальные услуги, какие сейчас новые технологии существуют, что можно назвать в качестве плюсов этих новых технологий, может быть, какие-то минусы есть. Постараемся разобраться. У нас, мы готовились, Володя, к этому эфиру, у нас накопились вопросы от наших слушателей. И вот первый вопрос, наверное, мы обратим все-таки к вам, Сергей Николаевич. Вы сказали, что волнуетесь перед этим эфиром, но потому что, наверное, оплата услуг по ЖКХ – это такая тема, которая тревожит нас постоянно. И не только ЖКХ-шные услуги, все, что касается там тарифов, наших платежей и квитанций, всегда вызывают какие-то вопросы. У меня таких очень много, и я до сих пор не разобралась во всем. Вот сегодня еще один эфир, который направлен и на просвещение наших слушателей, и на просвещение некоторых ведущих, таких, как я. Вот вопрос, который пришел от слушателей, почему рост платы за ЖКХ в Кировской области сопоставим с процентом прироста по Московской области, в то время как по другим территориям процент прироста стоимости ЖКХ с 1 июля 2018 года значительно ниже. Этот вопрос всегда у нас возникает. Мы сравниваем себя с другими регионами. Вот в первом часе нашего эфира мы спрашивали, а что с тарифами по утилизации мусора, по сбору вывоза и так далее. И как в других регионах. Здесь всегда мы себя тоже сравниваем и очень нравится нам сравнивать, особенно с Москвой. Но это понятно почему. Потому что в Московской области и в Москве и доходы населения выше, да? И продолжительность жизни тоже. Это другой вопрос. Вот. Но тем не менее, почему сопоставимы с процентом прироста по Московской области? Потому что не только мы находимся в такой ситуации. И я специально, когда готовился к эфиру, несколько цифр, республика Коми, наши соседи, 5%. Это мы о чем говорим? Повышение тарифов с 1 июля, да? Это предельный рост плата населения за коммунальные услуги. Давайте, наверное, тогда с базы начнем, да? В год. В год. Это по регионам устанавливается на уровне федерации. То есть даже не в Кировской области, это Москва смотрит социально-экономические показатели и по своей методике на следующий год говорит, что предельный рост тарифов, то есть фактически плата населения, должен составлять столько-то или столько-то. Так, вот тут надо нам не смешивать понятие Москва и правительство Российской Федерации, и структура Российской Федерации. Да. Они не только на Москву и Московскую область смотрят, они смотрят на страну. На страну. Именно так. То есть для всех регионов задается какой-то показатель, выше которого нельзя. Вот если, еще раз повторимся, у нас в этом году 5,5, республика Коми 5, Нижегородская область 3,9, республика Удмуртия 3,5. То есть цифры сильно отличаются, но наверняка это считается какой-то методикой, которой в открытом доступе нет, но учитывает многофакторный анализ. Это средние цифры по региону надо уточнить. По региону. По региону в целом. Да. Дальше по законодательству на уровне региона можно принимать решения по отдельным муниципальным образованиям плюс-минус 2,5%. Поэтому у нас в целом по Кировской области получилось 5,5. По районам области получилось 4. В Кирове получилось 7 с чем-то. 7,39, по-моему. Да, я думаю, что предыдущий у вашего гостя, точно его не надо было отпускать. Мы имеем в виду руководителя РСТ. Да. Максима Михайлова. Да. Значит, вот здесь уже внутри региона решение принимает глава субъекта и издает указ. Ну, понятно, что на основе расчетов регионной службы по трифам. Если говорить, почему это происходило, я с регионной служб по трифам разговаривал. Ну, здесь вопрос какой. Если вы посмотрите на средние тарифы в районах области и в городе, то мы увидим, что в городе Кирове тарифы еще не самые высокие. Чем дороже топливо на котельной, тем выше тариф. И, как ни странно, как раз в районах области люди за одну и ту же услугу платят значительно больше. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что количество аварий, количество порывов, и, в общем-то, мы про это часто и здесь говорили. Постоянно в Кирове растет, и поэтому до тех пор, пока не пришла концессия, которую мы все-таки считаем, что вещь хорошая, по крайней мере, я так считаю. Мы, это общественная палата. Давайте так, вот я считаю. Хорошо. Ваше особое мнение. Мое особое мнение, что концессия – это единственный инструмент, позволяющий привлечь инвестиции в текущий момент. И чтобы, пока это решение принимается, хоть как-то выправить ситуацию и повысить инвестиционный процент, вот такой на этот год заложен перекос. В городе побольше, в районах поменьше. Именно с этим связано то, что у нас процент прироста выше, чем в Москве и Московской области, потому что там идет активный, на самом деле, давно запущен процесс по модернизации, например, сетей. И это тоже, но на самом деле, что еще влияет, из того, что я не сказал, когда смотрят на регионы. Смотрят уровень газификации, смотрят уровень полезного отпуска, у нас, кстати, в Кировской области уровень полезного отпуска падает. Это что такое? Это когда мы считаем, что каждый год должно какое-то количество тепла вырабатываться и потребляться. И, соответственно, чем его потребляется меньше, тем стоимость одной гигакалории, ну, там, одной единицы этого тепла, она становится выше. Ну, это, как бы, объективно. Вот. Это, в том числе, те показатели, которые влияют. Привозное топливо подорожало, считают это в коэффициенты, вот именно на уровне федерации, в том числе, и это считают. И получается, что на это повлиял, на Кировской области, в том числе, уровень газификации повлиял. А уровень газификации у нас, как известно, не очень, да. Не очень мы в этом отношении отличаемся. С вопросами о тарифах на ЖКХ часто обращаются в комиссию по ЖКХ в общественную палату? Чаще на плату. То есть, вот люди говорят, мы платим много, мы платим, мы не понимаем, откуда деньги берутся. Но, на самом деле, достаточно сложно в коммунальном хозяйстве рассчитывается стоимость тех или иных коммунальных услуг и ресурсов, и действительно, приходится разъяснять. Причем, вот эти, вспоминайте, да, мы все прошлое лето потратили на семинары, чтобы рассказать переход с 1,12 на 1,8. И вот ситуация, я думаю, что такая же она, как с капитальным ремонтом, когда внедряли с ТБО, с переходом, пока человек не начал платить, он это и слышит, и в то же время не воспринимает, как что-то, касающееся себя лично, поэтому внутренне лезет. И поэтому всю зиму мы методично на семинарах еще раз рассказывали, почему так дорого стало платить, как это можно изменить, куда надо двигаться. А вот как раз мы, кстати, получили, да, квитанции недавно, за июнь, где уже нет отопления. Порадовались. Порадовались, да. Все получили, все знаем, какие там суммы. Ну, вот, кстати говоря, про квитанции, про квитанции слушатели тоже спрашивают. Раньше получал одну квитанцию за квартплату, а с июня стали приходить отдельные квитанции за свет, отопление, воду, содержание, жилье. В итоге на руках 4 квитанции, что вызывает трудности с оплатой, так как они проходят в разное время. Почему нельзя сделать единую квитанцию? Сергей Николаевич. Вообще про единую квитанцию даже написано в постановлении правительства 354 пункте 69. Именно там... Правительство какого? Российской Федерации. Российской Федерации. Это закон, который регламентирует для всех регионов. Требования к содержанию единого платежного документа, они описаны в 69 пункте, там достаточно много, мы про это говорить не будем. Формально там написано, что все коммунальные услуги, они должны попадать в единый платежный документ. Но, я еще раз проконсультировался, для меня это казалось очевидным, но специалисты говорят, что прямые договоры, на которые мы выходим, в том числе и по теплу, они как раз эту модель ломают, и как только у управляющей компании нет прямого договора с ресурсником, а прямые договоры с потребителем, то есть с жителем, то этот закон мы откладываем в сторону, и дальше уже две стороны должны договориться. Ресурсник и управляющая компания. Пока этого не происходит, поэтому мы видим у себя все больше возрастающее число квитанций. Сперва появилось, вот по воде у меня появилось, потом появилось, вот сейчас по теплу появляется. Это точно требует отрегулирования законодательства, вот эта вот вещь, связанная с прямыми договорами, но это федеральный уровень. Про это немножко говорят, но есть еще и другой тренд, который говорит о том, что это неплохо, что есть отдельные квитанции. Потому что как только мы платим по единому платежному документу, то мы, допустим, заплатили 50% и деньги расщепились пропорционально тем суммам, которые были выставлены квитанции. А если мы считаем, что услуга не оказана, а если мы не хотим за нее платить, то, соответственно, ведь как в судах принимается, что если ты оплатил, то ты фактически принял услугу. Такая позиция есть. Поэтому, если я считаю, что мне, допустим, горячую воду дали некачественную, и я хочу пойти в суд и не хочу платить, то отдельная квитанция, она вроде как бы мне, как отдельно взятому гражданину, помогает отстаивать свои права, с одной стороны. С другой стороны, все, конечно, привыкли, что есть один листочек, есть понятная цифра, не надо ее нигде складывать. Но я думаю, что еще гости, которые в студии находятся, они расскажут, что это сейчас не является проблемой. Появляются достаточно понятные, простые средства платежа за коммунальные услуги. Вот мы сейчас об этом поговорим после короткого перерыва. Продолжаем разговор. Оплата коммунальных услуг вызывает много вопросов у наших слушателей и, наверное, и будет вызывать прежде всего, потому что, как мне кажется, поправьте меня, коллеги, если я не права, у нас постоянно происходят какие-то изменения в законодательстве. Постоянно происходят какие-то изменения на федеральном уровне, на региональном уровне, муниципальном уровне, не только в этой области, но в этой в том числе. И все время меняется как-то система, и к этой системе приходится приспосабливаться. Мы люди все довольно консервативные, что касается оплаты того или другого вообще, когда деньги достаешь из кармана, и хочется как-то стабилизироваться. Но все изменения, надо сказать, они по большому счету к одному свозятся, что платить мы начинаем больше. Да. Ну вот уже Сергей Николаевич Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области, нам пояснил, почему меняется тариф, как он меняется, как он рассчитывается. И вопросы задавать нам не мешает никто. Вот даже на Общественной палате их можно задавать и обсуждать. Но в итоге обычно такой вопрос, он уходит в федеральный центр. Пока там что-то не изменится, мы знаем, какой-то длинный путь, приходится платить то, что нам представлено, то, как рассчитано это по методике. Ну вот, такая подача была в вашу сторону, Марина Викторовна. Я обращаюсь к заместителю управляющего Кировского отделения Павла Сбербанк. Мы разбирали случай до перерыва, когда слушатели спрашивают, почему там много квитанций, почему не одна. А Сергей Николаевич сказал, где здесь плюсы, где здесь минусы. Но неважно, может быть, какие у тебя договоры. Вот кроме бумажек, получения квитанции, хождения на почту или хождения в банки или не знаю еще куда, есть ведь другие способы сейчас современные, потому что цифровизация общества происходит все равно. И сюда тоже цифра пришла. Есть другие способы, которые позволяют тебе систематизировать свою работу со своими платежами. На самом деле за последнее время изменилось очень многое. И если раньше можно было совершать коммунальные платежи, именно оплату коммунальных платежей стандартным образом, это приходишь в банк, приходишь в другую организацию, которая собирает платежи и передаешь квитанцию, и кассира сам все это оформляет, и только платишь деньги, то на сегодняшний день действительно можно этим управлять процессом. То есть нет необходимости куда-то выходить, можно зайти в свой личный кабинет, в Сбербанк онлайн, все это можно сделать дома, в удобное для себя время, с чашечкой кофе либо чая, обсуждая вместе с семьей либо футбол, либо какие-то новости очередные. Но наиболее интересным, наверное, инструментом, который у нас сейчас появился и пользуется именно активно у населения, 70% наших постоянных клиентов его оценили, это именно автоплатеж. Кратко объяснить, это поручение банку оплачивать нужную квитанцию в удобное для клиента время. Например, зарплата поступает 10-го числа, либо там пенсия поступает 8-го числа. И наш клиент поручает нам оплачивать эту квитанцию в ближайшие несколько дней, после того, как. Если клиент обслуживается в Сбербанке, он может связать свою карту, на которой начисляются деньги, или сберегательную книжку, правильно я понимаю? Или только карты работают? На сегодняшний день это именно карта. Карта. Вот он знает точно, когда у него приходит платеж. С пенсиями особенно понятно, потому что все-таки зарплата иногда приходит по-разному, а с пенсиями все понятно. И привязывает вот к этому дню платежи свои по услугам ЖКХ. Да. Он может либо прямо к этой дате подвязать, либо сделать дополнительную, нет, дополнительный лак, то есть добавить там 2-3 дня и назначить дату списания нужной суммы на другое число. Как это физически все происходит? Вот, положим, я там пенсионер, у меня есть карта, на которую пенсия моя, да, в Сбербанк перечисляется. Что я должен сделать, если я хочу, чтобы там голова не болела, что я просрочил платежи, и он автоматически, чтобы проходил. Ну, самый простой способ прийти к нам в офис, и у нас консультанты, я думаю, которых вы все встречали в наших зонах 24 часа, где банкоматные устройства стоят, консультанту обратиться, и он поможет настроить в личном кабинете эту услугу. В любой офис? В любой офис Сбербанка. Сколько времени это занимает? Ну, обычно занимает там 5-7 минут. А личный кабинет тут же на месте формируется, если у меня его нет, я не регистрировалась? Да, прямо здесь же берется логин, пароль в банкомате либо в устройстве самообслуживания, вместе с консультантом, консультант помогает зайти в личный кабинет, настроить все, пройти проверки безопасности, для того, чтобы именно тот человек, кто обладает картой, подтвердил, да, что он именно зашел, и тут же прямо показывается, что мы оформляем. Самое, что интересно, потом в личном кабинете сам клиент может дома это перенастроить, поменять дату, поменять сумму, поменять, ну, если изменить какие-то реквизиты, все это тоже внести. С чем я должна прийти, чтобы вот меня консультант встретил и помог мне все эти действия произвести? Если вы раньше совершали операцию по оплате платежа у нас в устройстве либо в банкомате, то есть разово, то по большому счету даже можно квитанцию с собой не брать. Если вы не совершали именно по карте эту операцию раньше, то лучше с собой взять эту квитанцию, которая у вас есть, и по ней мы все быстренько сделаем. Карта, паспорт. Паспорт в этом случае не требуется, карта. Карта и квитанция. Карта и квитанция. Но личный кабинет, дома, компьютер и прочие такие вещи. Или гаджет, смартфон, мобильный и так далее. Гаджет, смартфон, смартфоны – это такая история, которая до, если мы говорим вот о пенсии, заговорили там, до пенсионеров, до многих еще не дошли. Мои родители до сих пор мне смс-ки не отправляют, например, я не знаю. Но с компьютером мы уже и с интернетом познакомились. Я не уверена, что вот они зарегистрировались и личный кабинет ходят, но тем не менее, до сих пор, мне кажется, остается эта проблема. И легче, как нам представляется, молодым людям быстро разбираться с такими электронными версиями. А людям старшего поколения это до сих пор доставляет какие-то неприятности и проблемы. Но вот Роза Павловна преодолела этот барьер. Вам сложно было, Роза Павловна, это сделать? Абсолютно нет. Я обратилась в Сбербанк, где мне консультанты помогли все это оформить. Вы на пенсии? Я работающий пенсионер. Работающий пенсионер. Вот у нас есть еще один чай, который можно для темы про пенсию потом использовать. Поэтому я подключила к пенсионной своей этой карте автоплатежи. Вместе со специалистом Сбербанка. Да. И теперь я сидя дома, у меня автоматом все списывается. Я ничем не занимаюсь больше. Уведомление приходит? Один раз вы это сделаете. Обязательно. Уведомление приходит за день до оплаты. И если у меня какие-то изменения, я могу отключить эту плату. Сама сидя дома уже в телефоне. То есть если как-то обстоятельства поменялись, например, и вам нужно передвинуть срок оплаты, вы это можете сделать. Вы это можете сделать. То есть в смс-сообщение за день до специального автоплатежа приходит информация, что будет исполнен заплатеж на такую-то сумму, в такую-то организацию. Если вас все устраивает, отлично. Если у вас есть какие-то вопросы, либо вы хотите отменить на текущий месяц этот платеж, отправьте ответным сообщением код. Тоже смс-кой, да? Тоже прямо смс-кой, да. И потом уже на следующий месяц это будет процедура заново. То есть автоплатеж заново, он остается функционировать. Еще немаловажный вопрос технического плана. Сумма автоплатежа, она каждый месяц фиксированная или система распознает, сколько в этом месяце нужно заплатить и о чем? Потому что, например, за капремонт в течение года мы платим одну сумму финансированную, а за потребленное тепло или воду она каждый раз, каждый месяц разумная. У нас действительно по автоплатежу есть два варианта работы. То есть первое, это когда нам поручают списывать конкретную сумму конкретного числа. И здесь она не меняется, либо меняется уже самим клиентом. И вторая история, которая нам тоже больше нравится, когда управляющая компания выставляет счет, они направляют нам информацию, и списание идет по задолженности. То есть клиент получает, что в это число, этого месяца у вас будут списаны не 3000, например, а там 356. А в таком случае все-таки это с подачи клиента происходит или уже через управляющую компанию вы действуете? То есть это не когда, например, пришла Роза Павловна и сказала, вот такую сумму каждый месяц снимаете, а это когда уже непосредственно Сбербанк с управляющей компанией договор имеет. Да, такой договор прямо прописан, что нам заранее управляющая компания направляет информацию о задолженности, о том, о той сумме, которая должна быть, которая рассчитана этому конкретному клиенту по этой квартире. И мы, у нас это все состыковано, да, и клиент получает уже информацию в СМС-сообщении, что вот в этом месяце у вас будет именно такая сумма. А кто выходит в таком случае, вот интересный вопрос с управляющей компанией, когда вопрос с конкретным человеком, с Розой Павловной, все понятно. Она пришла, она сделала заказ, она с вами взаимодействует. С управляющей компанией пока еще не все понятно, да? То есть вы выходите на управляющую компанию или управляющая компания выходит на Сбербанк, и тогда какие тут плюсы для управляющей компании, если они к вам сами приходят? Ну, управляющая компания, в любом случае, мы как один из ключевых сборщиков платежей на территории, мы Мы с каждой управляющей компанией взаимодействуем. И мы стандартно предлагаем всем управляющим компаниям именно работать через подачу нам информации. И дальше уже управляющая компания для себя принимает сама решение. Готовы они работать в таком формате, либо нет. Если не готовы, для нас это тоже хорошо. То есть для них почему хорошо? Что им как раз не нужно потом разносить переплаченные, либо недоплаченные квитанции по первой ситуации. Нам хорошо, потому что клиенту хорошо, он получает именно ту информацию, которая ему и нужна. То есть мы качественно вместе с управляющей компанией даем сервис. Поэтому в идеале, конечно, и я думаю, нам как конечным потребителям, хотелось бы, чтобы мы исполняли автоплатежи по выставленному счету, а не конкретной суммой. А вот если у вас договор с управляющей компанией, должны ли управляющие компании получать предварительное согласие, может быть сейчас Сергей Николаевич подключится к нам, со своими клиентами, с жителями, им как-то сообщать, что сейчас в электронном виде, как это будет поступать вам уведомление, или как это происходит? Я не очень поняла. Бумажный оборот как меняется на электронный? Ну, то есть квитанция всегда приходит физически к клиенту, конечному потребителю. Клиент получает все равно квитанцию. Клиент получает все равно почтовый ящик, всегда получает квитанцию. Но когда к нам приходит клиент и говорит, я готов вам поручить этот сервис, эту именно услугу поручить вам списывать с моей карты эту сумму за квартплату, он выбирает. Либо он фиксировано 5 тысяч, там 3 тысячи каждый месяц готов платить управляющей компании, либо именно по задолженности. С клиентами-то я все поняла. А вот с управляющими в общей массе? Ну, с каждой отдельный договор и определяется документ оборот электронный, как они нам предоставляют реестры, как мы дальше их загружаем. А клиенты управляющей компании при этом получают доступ в личный кабинет и сами могут что-то делать или нет? Это уже взаимоотношения с управляющей компанией? Это уже управляющая компания и клиент. В общем, я предлагаю представителей управляющей компании в следующий раз на встречу нашу пригласить по подробной же рейтинге. Давай спросим, да, вот Сергей Николаевич здесь. Так, в общем-то, здесь проблемы-то нет. Действительно, рейстры выгружаются, информация... Ведь, смотрите, для управляющей компании без разницы, вот представьте, я управляющая компания, а вы, там, вы, допустим, да? Ваш клиент. Вы мой житель. Житель, да. Вы принесли, вот мне, как управляющей компании, какая разница, вы наличные деньги в банк принесли или что-то сделали в интернете и с вашего счета деньги ушли ко мне? Я одинаково взаимодействую с банком, поэтому я и управляющая компания, и банк на самом деле в этих отношениях уже состоят. Другое дело, то, что вот не совсем очевидно, но надо проговорить и поправьте, если я не прав, мы не проговорили про две вещи, да? Вроде как бы хорошо. Я дал задание, у меня ровно списывается столько, сколько я должен, и это происходит каждый год, вернее, каждый месяц регулярно. Возникает два вопроса. Первое. Как я должен передавать показания счетчиков, потому что они влияют на выставление счетов? Ну, как? Наверное, взять и позвонить в управляющую компанию, продиктовать показания. Или в личном кабинете, потом на сайте управляющей компании. И тут мы выходим вообще на интересную вещь. Вот если я пенсионер, у которого дома нет сотового телефона, компьютера и прочего, один раз придя в Сбербанк и заказав вот этот автоплатеж, в принципе, дальше могу не иметь ни компьютера и ни выхода в личный кабинет, потому что я получаю СМС-ки, я получаю квитанции, по которым могу понять, правильно это или неправильно. По большому счету, даже вот то, что мы говорили, те люди, которые не очень любят электронную технику, но по разным причинам, они по большому счету освобождены от обязанности каждый месяц с ней взаимодействовать. Вы все правильно говорите? Уже все работает. А если я все-таки человек, который не может без бумажки, уже и поручения дал, и есть у меня личный кабинет, но чек хочу получить на руки? Добро пожаловать. Мы на самом деле все, электронные чеки сохраняются еще дольше, чем бумажные. То есть вы можете зайти в свой личный кабинет, в банку онлайн, распечатать нужный вам чек в нужное время. Если дома нет возможности это сделать, можно прийти к нам, мы распечатаем тот чек, который вам нужен. Найти именно электронный чек намного проще, чем то, что вы платили наличными деньгами через оператора. Вся база есть. Который может затеряться где-нибудь. Да. И все хранится в истории. Да. Все есть. Полторы минуты перерыв. И после, наверное, про комиссию и про ее отсутствие будем говорить. У нас тут есть еще и вопросы слушателей, кроме комиссии. Они как раз этого касаются. Да. В том числе. Реклама. Как эффективно с наименьшими потерями оплачить коммунальные платежи? Вот тема нашего сегодняшней программы. Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением ПАУ «Сбербанк». У нас в студии. Сергей Улетин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области и Роза Капралова, участник и победитель акции «Удачный автоплатеж» от ПАУ «Сбербанк» у нас в студии. Вопросы от слушателя, которые мы получили до нашего эфира. Я получаю субсидии на оплату ЖКХ, и мне принципиально важно оплатить квитанции до 20-го числа. Недавно оплачивал, как обычно заранее, в пункте приема платежей, а не в банке, но с удивлением обнаружил, что льгот лишили, так как платеж поступил только на пятый день. Как в этом плане работают банки, особенно электронные платежи? На самом деле бывают ситуации, когда платежные агенты сторонние задерживают платежи по разным причинам. В банке такое в принципе недопустимо. И в рамках договорных отношений с каждой управляющей компанией у нас прописаны очень жесткие сроки перечисления денежных средств, которые мы получили от наших клиентов. Поэтому у нас строго на следующий рабочий день после приема платежа от физического лица деньги перечисляются в управляющую компанию. Это очень строго, за этим следят. И для нас это критично, если мы нарушаем. Но, наверное, самое интересное рассказать о том, что есть у нас и такие отношения, когда платеж поступает мгновенно в управляющую компанию. Например, это сделано с РКЦ города Кирова. То есть, если у нас клиент заплатил, то практически через несколько минут эта информация уже есть у нашего партнера. Расчетно-кассовый центр. Расчетно-кассовый центр. Конституционный. Это важная история, да, Сергей Николаевич? Да, конечно. Ну, вот еще, прежде чем мы перейдем к акции, собственно говоря, участником которой Роза Павловна стала, вопрос, который мы обсуждали с нашим редактором с Анной Лапшиной. А вот если, например, положим, пенсионер заключает в Кирове договор там со Сбербанком по автоплатежу, но платить за него будут дети, которые живут, например, в Нижнем Новгороде. Ну, так сложилось. Они берут на себя оплату такую. И так возможно, чтобы вот третье лицо, получается, стороннее по этим автоплатежам к своей карточке подцепляло? Как это происходит? Это возможно. И мне кажется, каждому нашему пенсионеру было бы очень приятно, если бы дети так заботились, да, и брали на себя эти обязательства по оплате коммунальных платежей. Поэтому, на самом деле, сейчас никто не привязан к территории. Можно оплачивать автоплатежом абсолютно любые регулярные платежи. Это не только квартплата, это может быть домофоны, интернет, кабельное телевидение, сотовая связь, все, что необходимо регулярно оплачивать, все можно сделать в рамках автоплатежа. И можно платить и за любую, за любой объект недвижимости, который есть в Кирове, за пределами Кирова, за пределами нашего даже региона, да, области. в том числе вне зависимости от удаленности, откуда там поступает, собственно, согласие на проведение платежа. Вот электронные средства связи, электронные платежи, электронные документы обороты, это вот неизбежность. Вот просто неизбежность, которая в нашу жизнь давно уже приходит и сейчас накрывает абсолютно все. Но, тем не менее, как мы уже сегодня выяснили, какое-то наше сопротивление все равно встречает. И всем приходится популяризировать это. И правительству в части там своей какой-то деятельности с муниципалитетами, например, и Сбербанку в части продвижения услуги автоплатеж. И вы в связи с этим различные акции проводите, где такую концентрированную информацию вы даете, привлекаете максимум максимум внимания. Расскажите о сути этой акции, пожалуйста. На самом деле, мы очень за последнее время очень много провели акции для того, чтобы как раз разъяснить нашу, по моему мнению, интересную, интересный сервис, как автоплатеж. По конце прошлого года мы разыграли курс на 160 тысяч рублей среди клиентов, которые оплачивали коммунальные услуги по карте. Что значит куш? Ну, так назвали большой куш, то есть была определенная механика, когда клиент мог заработать больше, чем другие, оплачивая регулярно коммунальные платежи, отвечая правильно на вопросы. А, то есть вы еще и воспитываете своих клиентов? Мы помогаем им быть финансово грамотными, и мы можем и об этом рассказать, что мы делаем. Отдельная программа. Отдельная программа, да. А в этом году мы провели акции в пяти районах нашей области, и сегодня как раз подводим в итоге акции удачный автоплатеж, и как раз Роза Павловна одна из 75 наших победителей, чьи квитанции мы оплатим вместо, как благодарность нашим клиентам за выбор правильного платежа, именно правильного формата платежа, легко, удобно, независимо от времени и от наличия банка рядом. Роза Павловна сама пожелала в акцию участвовать? Как случилось, что вы попали в эту акцию и в число 75 счастливчиков? Я как-то пользуюсь этой услугой давно, и так получилось, что на меня это упало. Да, вы сказали, в награду оплатим квитанции за какой период? За один месяц. За один месяц. Мне сразу же, мне какие-то радужные картины рисуются, ничего себе, надо срочно участвовать. Потому что по жизни она действительно бы это оплачет. Смотрите, вот какая история. То есть, Роза Павловна, ваш давнишний клиент. Сколько вы, Роза Павловна, пользуетесь автоплатежом? Ну, сейчас я вам не скажу, как бы не помню, но изначально, вот как он существует, наверное, сразу. Это продвинутый пользователь Роза Павловна? благодаря моим детям, конечно, которые помогают практически оплачивать это все удаленно. То есть, вы еще и этим пользуетесь? да, переводами денежными с карты на карты. И тогда получается, что Сбербанк как-то случайной выборкой это сделал, да, вот этот конкурс? Случайная выборка. В чем суть-то заключалась? Что люди ежемесячно без задержек оплачивают свои коммунальные платежи? И именно через автоплатеж? Именно через автоплатеж. 75 человек получает возможность, то есть, Сбербанк покрывает их месячные расходы на ЖКХ. Это очень удобно для людей в возрасте, у которых плохая память, что так заплатил, не заплатил, копятся квитанции, а тут уже все идет, идет череда. СМСки радуют только, да, в нужную дату? Давайте еще раз тогда напомним, как настроить автоплатеж. Можно самостоятельно все сделать, и если есть сомнения, то лучше уж в офис банка, да, прийти? Если есть сомнения, да, можно прийти в офис банка, но учитывая, что Сбербанк онлайн настолько интуитивно сегодня настроен, то можно попробовать это сделать самостоятельно. Или с помощью детей. Там вообще никакого риска ошибиться нету в этих настройках. Нет, там именно указано, там очень пошагово все прописано, но даже если малый вопрос будет, конечно же, приходите, консультанты с удовольствием помогут. Я хочу, Розе Павловне, у нас еще есть время задать пару буквально вопросов. Розе Павловне, ну вы уже отметили, что, во-первых, дети были инициаторами того, чтобы настроить автоплатеж. Потому что я страдаю плохой памятью, и бывает, что я могу забыть, квитанции затерять. Я чувствую, подрастет моя дочка, пускай я тоже страдаю плохой памятью. И они контролируют эту ситуацию, меня я очень рада. Прекрасно. А Сбербанки вы давно обслуживаетесь, или именно с автоплатежом вы подключились? Да я всю жизнь, наверное, со Сбербанком дружу. И пенсионные средства тоже в Сбербанке? Да, и зарплатная у меня, карта бюджетная, как бы тоже Сбербанк, и пенсионный Сбербанк, так что... А тут еще и приз. Да. Как клиенту, который лояльный Сбербанк. Первый раз в жизни выиграл. Что ты? Так надо поздравить человека с этим, наверное. Да, однозначно. Поэтому у нас как раз сегодня и цветы для Розы Павловны, за то, что является нашим таким постоянным лояльным клиентом. Спасибо вам огромное. Ну и самое главное, Роза Павловна, яркий, мне кажется, представитель нашего золотого поколения, который, я считаю, что наши, на самом деле, пенсионеры очень активны в том, чтобы узнать все текущие электронные инструменты, гаджеты, девайсы, по-разному можно их назвать. И в том числе мы проводим, помогаем им обучаться и в WhatsApp, и в Instagram, как фотографироваться, и смски отправлять. Поэтому, мне кажется, вот здесь уже наши пенсионеры могут нас обучать, как им пользоваться. Вот здесь очень важный момент, который нужно сказать. Роза Павловна сияет, это очень приятно смотря на ней. Я хочу сказать, Сергей Николаевич, не знаю, как вам, а мне немножко неудобно, как-то женщины, женщины сами себе вручают цветы, а мы тут мужчины как-то в сторонке. Вот. У меня вопрос вот какой-то. Сходи за цветами, Володя, ты точно в магазине не очень далеко. Три минуты, ты как-то сходи в фирамиде. Побежим, Сергей Николаевич. В перерыве. Посмотрите, какой очень важный вопрос. Мы еще с вами не осветили. У нас есть там три минуты, чтобы об этом сказать. Это вопросы комиссии оплаты через электронные платежи. Там есть в случае, если настроен автоплатеж, или ты приходишь там с квитанциями, он все время волнует. В один банк пошел такая комиссия, в другой – всякая комиссия. Как настроена вот комиссия по оплате в автоплатежах? Комиссия по автоплатежам, на самом деле, для управляющих компаний наиболее выгодная, потому что любое комиссионное вознаграждение, оно определяется управляющей компанией в рамках договора. То есть, если управляющая компания готова на себя взять эти обязательства и компенсировать комиссию, которая оплачивается в банке либо в платежном другом агенте, то это здорово, и клиент, наше физическое лицо не ощущает на себе какие-либо сборы, какие-либо комиссионные вознаграждения. То есть, это не банк инициирует комиссию? Нет, это выбор именно управляющей компании. То есть, если управляющая компания готова брать, мы заключаем договор, и комиссия, она уже будет указана, управляющая компания сама дальше ее компенсирует. Если управляющая компания не готова брать на себя эти расходы дополнительные и компенсировать их, то в этом случае идет комиссия с каждого плательщика, и она устанавливается, конечно же, каждой организации самостоятельно. Но именно по автоплатежам и по любым удаленным форматам оплаты платежей, в том числе и банка онлайн, комиссия всегда будет дешевле. И у нас есть в том числе такие отношения, когда за автоплатеж как раз мы как банк не берем. То есть, во-первых, комиссия, когда онлайн, автоплатеж дешевле. Сразу дешевле идет. Во-вторых, есть акции различные, которые вы регулярно проводите, и в этом году еще будут акции? Конечно. И в этом году еще будет акция, да, вы, Розапаловна, будете участвовать? Я не знаю, как мне выберут. Да. Будут еще акции. То есть, есть акции, какие-то приятные сюрпризы, типа вот оплаты за месяц услуг ЖКХ. Есть возможность это делать оперативно и взять, снять с себя нагрузку, да, того, что ты должен помнить, нести бумажки, заполнять, идти куда-то ногами, да, одной кнопкой мыши можешь сделать, если тебе нужно отложить этот автоплатеж, да. И еще можно посмотреть всю историю своих платежей у себя в личном кабинете, поднять любой чек, поднять любую дату, посмотреть по всем статьям, где ты, что заплатил. И еще один не менее приятный тут аспект, это общение со своими детьми, которые в заботе о взрослых, да, о своих мамах и папах могут тебе в этом помочь, что-то обсудить, просмотреть твою же историю, обсудить эту, эту вещь, посмотреть все по своим платежам. Это хорошее, кстати, в том числе и для нас, Володя, для родителей подрастающего поколения, тоже, мы уже сейчас заговорили о финансовой грамотности, это как элемент финансовой грамотности. Наши дети, наверное, там криптовалюта, наверное, все завоюет, там, я уж не знаю, какие технологии будут. Я вот думаю, может быть, мне по своему ребенку, который лучше разбирается уже в электронике, показать, пусть она за меня, там все изменивает. И это главное пожелание, которое сейчас от Розы Фауны прозвучало. Марина Викторовна, хочу спросить уже напоследок, наверняка у вас есть статистика, растет популярность такой услуги, как автоплатеж, Да, а в платеже каждый месяц мы прямо видим, как нарастает спрос на эту услугу. Когда люди голосуют, что называется, ногами, а в данном случае кнопкой мыши, да, электронной, это говорит о том, что эта услуга действительно помогает. Она удобная. Спасибо. Будем просвещать и дальше наших слушателей в сфере финансовой грамотности. Благодарим наших гостей Розу Капралову и поздравляем Розу Павловну, победителя акции «Удачный автоплатеж» от Паузбербанк, Марину Белокрылову, заместителя управляющего кировским отделением Паузбербанка, Сергея Улитина за консультации по тарифам. Спасибо большое. Сергей Николаевич, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Продолжим, как я уже сказала, нашу программу и в дальнейшем. Сейчас дневной разворот завершен. Владимир Сметанин. Светлана Занько, до свидания. Всего доброго.